Здравствуйте! Вы слушаете Вести Магнитогорс на маяке в студии Арина Уразова. Загородные лагеря в Челябинской области в этом году разрешили заполнять на 100%, а не на 75%, как это было в прошлом летом. А значит, что отдохнуть там во время каникул смогут больше детей. Пока чиновники называют цифру 157 тысяч человек, путевки в этом году подорожали. Средняя стоимость по области на 21-дневную смену более 29 тысяч рублей. Однако все южноуральские лагеря вошли в программу детского кэшбэка, так что родители смогут вернуть до 50% потраченных средств. Из обязательных антиковидных мер остаются дезинфекция, измерение температуры, вакцинация от коронавируса для персонала. А вот детям нужны только прививки от плеща. И то лишь тем, кто будет отдыхать в палаточных лагерях. Их в этом году откроют аж 10. Кстати, первые заезды должны начаться уже 26 мая. В этом году отмечается 77-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. И все праздничные мероприятия пройдут в традиционном формате, сообщили в городской администрации. Центральным местом празднования станут площадь торжеств и парк у Вечного огня. 8 мая в 8.30 вечера пройдет акция «Свечи памяти. Свечи Победы». Участники зажгут свечи и составят из них слово «Помним». Организаторы акции призывают жителей города в это время погасить в квартире свет. А на подоконнике зажим свечу, дабы почтить память погибших в Великой Отечественной войне. А 9 мая в 10 часов дня на площади торжеств состоится парад Победы. Пройдет акция «Бессмертный полк». Начнется шествие в час дня о пересечении улицы Калинина и проспекта Ленина до площади торжеств. Ростники погибших защитников Отечества пройдут в колонии по главному проспекту города с фотографиями воевавших в Великой Отечественной войне. Вечером в парке у Вечного огня пройдет традиционный бал. А в 8 вечера концерт «Симфония Великой Победы». Завершит череду мероприятий праздничный салют. Залпы прогремят в 22.45. Министр здравоохранения Челябинской области ушел в отставку. Как стало известно, глава региона Алексей Текслер освободил от должности министра здравоохранения Челябинской области Юрия Семенова. Губернатор поблагодарил Семенова за проделанную работу в период пандемии. Напомним, Юрий Семенов был назначен министром здравоохранения Челябинской области в октябре 2019 года. Два с половиной года его руководство ведомством пришлись на пандемию коронавируса. Он не раз приезжал в Магнитогорск с рабочим визитом. Садисты, которые стрелял в собак под Магнитогорском, отправили в специализированную больницу. Напомним, в середине февраля в соцсетях появилось видео, демонстрирующее, как мужчина расправляется с собакой. По данным подписчиков сообщества, два брата в поселке Березовая роща Нагайбакского района, вооружившись пневматическим ружьем, в упор расстреливали дворнягу. Причем мужчина с пневматикой целенаправленно целился собаке в голову. Животное несколько раз пыталось спастись бегством, но с радостными возгласами братья-садисты догоняли дворнягу и продолжали расстрел. На видео в соцсетях тогда отреагировали магнитогорские зоозащитники. Они съездили в Нагайбакский район и написали заявление в полицию. Вскоре личности стрелка и его брата, снимавшего процесс расправы над животным, были установлены. Также волонтеры отыскали пса, который выжил, но лишился зрения. Ветеринары достали из мягкой ткани головы животного около 20 пуль. В конце апреля мужчина, который расстреливал собаку, предстал перед судом. В суде он признал вину, при этом выяснилось, что у него во время расстрела собак было психическое расстройство. По мнению суда, именно поэтому он не смог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. С начала года на Южном Урале от бешенства скончались 30 животных. Как рассказали в пресс-службе регионального Россельхознадзора, в числе погибших были дикие и домашние животные. Опасное заболевание у собак фиксировалось в Челябинске, Ежноурайске и поселке Порт-Артур Чесминского района. В поселке Бреды от бешенства погибла енотовидная собака. В поселке Ближнебереговой Снежинского округа скончалась кошка. Последний случай бешенства на Южном Урале был зафиксирован в Магнитогорске. Погибла домашняя крыса. Все населенные пункты, где выявлены заболевшие и погибшие животные, были объявлены неблагополучными. По распоряжению правительства Челябинской области там установлен карантин и проведен комплекс обязательных противоэпизоотических мероприятий. Традиционная воскресная пробежка в рамках проекта «Бегайте сами, бегайте с нами» на этот раз пройдет под девизом «Это наша победа». Председателем ГСД Александр Морозов призвал горожан, цитирую, «Давайте накануне Дня Победы в воскресенье 8 мая соберемся в парке у Вечного Огня, чтобы встать рядом друг с другом, поддержать нашу страну, поднять над головой наши флаги и под песни военных лет, начать воскресное предпраздничное утро». Конец цитаты. Принять участие может каждый желающий. Начало в 10.00. И о погоде. Сегодня днем в Магнитогорске прохладно, плюс 10. Малооблачно, без осадков, ветер северо-западный 5 метров в секунду, атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба. На этом все. Субтитры подогнал «Вести» Магнитогорск. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!